что у нас будет в этих оболочках 3d у нас будет несколько разных алгоритмов почему несколько потому что некоторые из них классические и довольно простые в реализации но они имеют довольно плохую сложность n квадрат а есть алгоритмы за n log n но они немножко сложные с точки зрения реализации вот но надо будет поговорить про каждый из них вот что мы будем делать когда будем строить эти выпеклые оболочки вначале предположим что у нас все хорошо и у нас нет критичных кривых случаев когда три точки лежат на одной прямой или четыре точки лежат в одной плоскости мы такие случаи рассмотреть не будем в каждом конкретном алгоритме нужно отдельно это обходить мне кажется во многих это все реализуемо и может быть сделано вот но можно попробуем про каждый из них поговорить немножко про каждом алгоритме как это будет работать да и будем считать что у нас точек от минимум 4 чтобы этот случай тоже не обсуждать очень важная теорема эйлера для многогранников который является следствием обычной теоремы для планарных графов заключается вот в чем что если у нас есть некоторый выпуклый мегагранник p число его ребер а r число ребер v вершин а g это число граней тогда выполняется такое равенство количество вершин минус количество ребер плюс количество грани равно двум это доказывается по индукции например если мы возьмем очередную грань и попробуем ее разбить на несколько да то это будет видно легко что добавляя очередную очередную точку как бы делая тренгуляцию внутри треугольника то мы сразу получаем еще вместо одной вместо одного треугольника мы получаем 3 то есть количество грани увеличивается на 2 до количество ребер у нас становится на 3 больше и появляется одна вершина то есть плюс 1 минус 3 плюс 2 да с общее количество совпадает там конечно есть более честные доказательства вот но еще интересная аналогия что так как все это также верно и для планарных графов то можно что сделать можно мне кажется у вас должно было это быть во втором курсе в смысле втором семестре как сделать планарный граф из мегаграника можно его спроектировать на что-нибудь нужно подобрать точку проекции вот можно еще по-другому сделать можно взять какую-то можно можно так себе рассматривать возьмем самую верхнюю грань в некотором смысле самый верхний закат который мы прилепим на которую мы положим наш многогранник и вот этого треугольника мы его так можем сильно как сумку расширить и и опустить на плоскость вот так понятно что он в некотором смысле изоморфен некоторому планарному графу и там теорема эйлера тоже выполняется вот важное следствие из этой теоремы эйлера в том что у нас количество вершин количество ребер и количество граней друг от друга зависит линейно так как количество ребер в каждой грани не меньше чем 2 не меньше чем 2 не меньше чем 3 и каждый ребро может использоваться не больше чем в двух гранях то выполняется вот это вот неравенство что 3g меньше чем меньше чем 2r вот вместе с исходным равенством можно получить что количество ребер плюс 6 меньше равно чем 3v вот это означает что например количество ребер у большое от количества вершин ну и следовательно количество грани будет тоже большое количество вершин нам это будет полезно когда мы будем оценивать время работы алгоритмов которые занимаются не только перебором вершин но и перебором ребер на выпуклой оболочки и хорошо понимать конечно что выпуклой оболочки количество грани и количество вершин и количество в рёбер, это примерно одно и то же. Ну да, вот здесь об этом и написано. Первый алгоритм, один из самых классических, это заворачивание подарка. У нас было на прошлой лекции заворачивание подарка в 2D, когда мы подбирали очередную точку, которая уже построена в выпуклой оболочке, будет давать новый отрезок. Здесь делается аналогично, мы тоже пытаемся завернуть подарок, но у нас уже всё в 3D. Поэтому здесь довольно сложная инициализация. Начать сложно. Одну точку легко найти. Выбираем самую минимальную, например, по оси OZ. Эта точка P будет на выпуклой оболочке. Это будет точка на выпуклой оболочке. Она будет очевидна, ну, потому что у неё минимальная координата OZ. Дальше. Выбираем вторую точку. И вот здесь уже сложно. Как её выбрать? Будем её выбирать так, чтобы угол между PQ и плоскостью OXY был минимальный. Как это сделать? Мы можем считать угол. Ну, как считать угол между PQ и OXY? Для этого нужно что делать? Можно построить проекцию PQ на OXY и посчитать угол честно. Но, конечно, это не очень удобно. Удобнее считать угол с нормалью. То есть можно взять там, соответственно, нормировать вектор PQ, разделить на корень из суммы квадратов его коэффициентов и посмотреть на его скалярное или векторное произведение с нормалью плоскости OXY. То есть, на самом деле, взять, ну, например, векторное произведение. То там нужно будет взять соответствующие произведения, соответствующую сумму коэффициентов. Вот. И посмотреть на то значение, которое будет, если мы смотрим наше векторное произведение, это, значит, чем больше оно, тем, значит, тем вектор, тем отклонение вектора PQ больше от нормали. То есть от вектора параллельного OZ. Так, как мы ищем первую грань? Вот эти две точки PQ используем и выбираем третью точку R так, чтобы угол между плоскостями PQR, который мы строим, и OXY был минимальным. Это будет наше, так сказать, первое заворачивание подарка. Мы выбрали первое ребро и начинаем, перебираем все возможные точки PQ, все возможные R и пытаемся построить такую плоскость, от которой все наши оставшиеся точки, для которых мы считаем, что их количество, все они будут с одной стороны. Как искать такую точку, такую плоскость? Надо их все сравнивать каким-то образом. ну вот будем искать такую, относительно OXY имеет наименьший угол. Как этот угол считать? Этот угол по факту равен углу между двумя нормалями. Опять же, нормаль для PQR считать легко. Это векторное произведение PQ и PR. PQ и PR. Мы считаем векторное произведение, получаем нормаль к этой плоскости, некоторый вектор параллельный нормали, дальше его хорошо бы нормировать и дальше считаем его либо векторное, либо скалярное произведение с нормалью. Вот. После того, как мы нашли первую плоскость, дальше начинаем заниматься поиской всех остальных граней. Как это выглядит? Вот у нас есть некоторая найденная грань. Здесь P1, P2, P3. И мы перебираем все возможные оставшиеся точки. Здесь P6, P4, P7, P5. Так, чтобы угол между построенной гранью и новой плоскостью, которая содержит эту точку, и рассматриваемую точку, чтобы он был тоже максимальный. Для этого мы будем опять же рассматривать нормали. Удобно искать такую плоскость, просто взяв нормаль P1, P2, P3. векторное произведение каких-то векторов, например, P1, P2 и P1, P3. и векторное произведение P1 на P2 с P1 и рассматриваемой точкой. Мы считаем, ищем, когда угол между этим нормальным и минимальным. Значит, что плоскость будет та плоскость, которая нас интересует. Да, тут нужно очень аккуратно следить за тем, чтобы этот вектор должен быть ориентирован. следить за тем, что, например, можно, если бы здесь была какая-нибудь точка, смотрите, у нас такая книжечка есть, у нас вот на той стороне страницы есть и, так сказать, на этой. Надо, чтобы нормаль нужно обязательно учитывать угол, ориентацию. То есть, если рассмотреть вот эту точку P6, симметричную относительно вот этой прямой E или плоскости проходящей, то здесь будет аналогичная плоскость и нормаль будет как бы отражена относительно плоскости P1, P2, P3. Вот надо учитывать ориентацию этой нормали и надо следить за тем, чтобы, если мы смотрим между внешними нормалями, чтобы здесь тоже внешняя была, чтобы внешняя для P1, P2, P3 и внешняя для P1, P6, P2. И вот мы ищем такую плоскость P1, в данном случае P6, P2, что, например, внешние нормали к этим плоскостям будут иметь не меньший угол между друг другом, друг с другом. Вот. Эта новая грань, которую мы найдем, она может добавить два новых ребра. Добавляется ребро P1, P6 и ребро P6, P2. А ребро P1, P2, оно уже выбывает из рассмотрения, к ним уже больше не надо никакую грань достраивать. Получается, что для каждого ребра, который мы построим, мы ожидаем появления какой-то грани, которая его, это ребро закроет с другой стороны. И когда мы строим новую грань, то нам нужно уметь быстро получать, понимать информацию, понимать, было ли это ребро уже среди найденных или не было. И может случиться так, что некоторые начали строить одну грань, построили, построили к ней вторую, дальше построили к ней третью, и у нас появляются новые ребра. У нас здесь появилось здесь ребро, здесь по краюшку ребра появилось, здесь по краям уже три ребра. Потом мы строим верхние два треугольника, еще раз, два, три, четыре. И если мы будем строить грань к этому незакрытому ребру, то мы построим вот этот треугольник, который с другой стороны закроет тоже уже просмотренное ребро, которое также ожидает добавления, закрывания, так сказать. Поэтому новая грань может закрыть одно ребро, для которого мы рассматривали, может закрыть два ребра, может закрыть даже три, если это последняя грань, ну, кстати, не обязательно последняя, вы могли вот так обходить, а потом найти какой-то треугольничек, вы могли здесь пройтись, 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 потом начать рассматривать вот это ребро и добавить грань, которая закроет сразу три ребра. А новая грань может максимум добавить два ребра, либо она закроет какие-то два или три существующих, либо добавить ноль, один или два новых ребра. Завершаем, когда у нас не остаются незакрытые ребра, поэтому нам надо следить за этими ребрами, надо держать некоторое множество ребер, и когда мы находим очередное, нам нужно что еще важно, просто про это забывает сразу, если мы сейчас держим некоторое количество ребер, например, вот эти покраишки, которые сейчас здесь нарисованы, то чтобы добавить новое ребро, нам нужно очередное ребро взять из незакрытых и достроить грань, которая будет лежать на выпуклой оболочке, и для этого мы пользуемся той гранью, вместе с которой было найдено текущее ребро, которое мы взяли из множества. Поэтому с каждым ребром нужно держать ту грань, которая его построила. Но это несложно, конечно. Сколько времени все это работает? Поиск первой вершины от N, поиск первого ребра от N, поиск первой грани от N, все они делаются за от N, там каждый раз перебирается все множество точек. И один шаг у нас тоже работает за от N, мы опираясь на некоторую грань и некоторое ребро ищем смежную грань, и делаем это полным перебором всех оставшихся точек получается время работы одного шага от N, а всего шагов у нас H, где H от размера выпуклой оболочки, количество граней. По факту, так как мы ребрами занимаемся, там будет количество ребер, возможно, это количество шагов. На каждом шаге мы добавляем ровно одну грань, поэтому все равно будет количество граней, но это не важно, в любом случае там от количества вершин или от размера выпуклой оболочки, они все друг с другом связаны линейно. Доппамять от H, потому что нам надо хранить ребра, и в каждый момент времени у нас добавляется не более чем два ребра, а так как количество шагов у нас не больше чем H, то и доппамять будет 2H. видимо грани это еще один алгоритм, который просто симпатишен. Он отличается от предыдущего тем, что он инкрементальный, можно постепенно добавлять очередную точку и обновлять выпеклую оболочку. Это удобно, может быть для некоторых задач. И во время работы будет тоже N квадрат. Как начнем? Вначале соберем тетраэдеры из любых четырех точек исходного множества. Берем четыре произвольные точки, строим тетраэдер. А дальше действуем следующим образом. Для каждой еще не рассмотренные точки перебираем все построенные грани выпеклой оболочки. Это простейший случай такого инкрементального алгоритма, в котором нет никаких оптимизаций. Мы что сделать можем? Можем оставить все невидимые грани, невидимые из этой точки, а все видимые удалим. Здесь на тетраэдере вот эта грань розовая видна, мы ее удалим, а все невидимые оставим. И надо добавить новые грани, которые будут содержать точку х и т. Какие мы грани добавляем? Ровно те, которые содержат эту точку х и т, и те ребра, которые были на границе выкинутых граней, на границе выкинутых и невыкинутых, то есть видимых и невидимых. Все такие касательные плоскости, касательные к нашей текущей выпеклой оболочке. Касательные плоскости, проходящие через точку х и т. Самое интересное, как проверить видимость грани? Здесь опять нам важна ориентация, и для каждой грани надо хранить в фиксированном порядке обход точки в фиксированном порядке относительно внешней нормали, например. здесь нужно следить, что у нас эти точки хранятся с точностью до циклического воздвига всегда в одном порядке. Для разных плоскостей мы умеем определять внешнюю нормаль. Например, можно хранить так, чтобы если три точки взять из грани P1, P2, P3, чтобы P1, P2 мы считали внешней нормалью. И тогда видимость заключается в том, что внешняя нормаль и некоторый плоскость, некоторый вектор к новой точке X и T от какой-то рассматриваемой плоскости, от какой-то рассматриваемой грани направлены в одну сторону. То есть знак скалерарного произведения больше нуля. Давайте там следующие картинки. вот у этой плоскости, у этого треугольничка внешняя нормаль направлена в ту же сторону, где и находится точка X и T, если провести плоскость и полупространство, содержащее X и T, оно будет в той же стороне, куда и смотрит нормаль этой плоскости. Поэтому если внешняя нормаль скалерна с некоторым вектором, соединяющим любую точку этой плоскости с X и T, например, P1, будет положительной, это значит, что грань видима. Иначе грань невидима. Проверить видимость грани легко, просто взяв скалерное произведение нормали и вектор, соединяющий некоторую точку этой плоскости с X и T. вот так это мы уже проговорили какая здесь сложность инициализация от единицы шаг от N всего шагов от N тоже у нас может быть ну и вот здесь может быть как раз пространство для оптимизации одно из что можно пытаться шаги устраивать каким-то образом так, чтобы в большей степени выбирались в первую очередь точки, которые ну то есть можно по-разному ну наверное еще проговорим немножко давайте потом поговорим сейчас пока не будем в общее время в худшем случае от N квадрате потому что мы можем мы перебираем все точки и все построенные грани выпуклой оболочки которых линейное количество ищем видимые и невидимые время у нас на это тратится каждый раз от N всего точек N поэтому N квадрат док память чтобы хранить текущую выпуклой оболочку если это можно считать док памятью какие есть решения это можно сделать аккуратно для хранения выпуклой оболочки там также делается некоторые некоторые структуры данных используются тоже детали не знаю но за счет того что есть такая то, о чем мы в прошлый раз говорили что в 2D это верно и в 3D это верно если у нас есть некоторое случайное множество точек например в 2D то размер выпуклой оболочки это он логарифмичен то есть количество вершин на выпуклой оболочке в среднем будет логарифм от N вот то же самое верно и для 3D если у нас есть некоторый случайный набор точек равномерно распределенных в плоскости то выпуклая оболочка будет держать логарифм N грани от логарифма N грани вот как-то этим можно пользоваться ну соответственно при заворачивании подарка мы таким образом получаем тоже N log N в среднем вот в инкриминальных говорят тоже можно что-то делать на базе этого вот если у нас есть специальный случай когда у нас все точки лежат на параболоиде то можно использовать алгоритм форчена который как сканлайна про сканлайн мы тоже пока еще не говорили это один из гидов алгоритмов на плоскости он вычисляет диаграмму Воронова по диаграмме Воронова можно построить тренгуляцию Делане и ее свести к выпуклой оболочке на на параболоиде вот об этом мы будем говорить в следующих лекциях пока но это тоже кажется не очень значимый кейс потому что редко кому нужно строить выпуклые оболочки на параболоиде вот и конечно же самые популярные методы для решения n-log n это методы разделяя власты так что мы будем делать как они устроены ну примерно так же как в прошлый раз мы говорили про выпуклые оболочки в 2D только здесь уже не прямой а плоскостью разделим все точки на равное число точек там у нас какие были у нас был алгоритм слияния двух выпуклых оболочек киркпартерика когда у нас произвольные две выпуклые оболочки даны не разделенные плоскостью вот и отдельно мы проговорили так сказать колбаски когда у нас есть некоторая прямая относительно которой мы разделили все точки вот здесь сразу мы говорим что только пока занимаемся рассмотрением сразу двух выпуклых оболочек разделенные некоторой плоскостью например плоскостью параллельной OGGZ мы могли все точки отсортировать по X взять разделить их сразу и во время отсортировать конечно надо один раз всего лишь мы на это потратим n-log n и дальше этой сортировкой пользоваться в дальнейшем чтобы выбирать то множество точек относительно которых мы хотим построить какую-то оболочку на метод деления пополам мы рекурсивно спускаемся вниз и оканчиваем рекурсию на маленьких размерах но не очень то есть тетраэдром построить можем но вот хочется также строить и на пяти точках и на шести точках и на семи дело в том что если на семи не остановиться тогда мы при делении пополам будем получать какие-то треугольники а то хуже еще отрезки или точки чтобы с ними не заниматься отдельно можно просто брутфорсом строить выпуклые оболочки на размерах до семи точек вот самое интересное что есть в этих алгоритмах разделяя власт это конечно объединение выпуклых оболочек в одном в процессе объединения выпуклых оболочек у нас строятся новые плоскости новые грани которые объединяют которые должны быть объединяющими для двух существующих выпуклых оболочек и вот когда у нас были выпуклые оболочки в 2D эти две колбаски мы строили два моста один сверху один снизу вот когда это у нас произвольные выпуклые многогранники то это будет уже не два моста это будет целое семейство граней может быть довольно много которые будут оборачивать много касательных граней которые будут оборачивать две выпуклые оболочки два многогранника как построить классическим алгоритмом объединения двух оболочек вначале сделаем проекцию на плоскость перипедикулярную OYZ пример OXY ну хочется чтобы она была именно перипедикулярна OYZ для чего чтобы чтобы они не пересеклись потому что они не пересекаются относительно плоскости вот хочется чтобы они не пересеклись относительно некоторой прямой но это та самая прямая которая параллельно будет OY и проходить через X относительно которого было деление сделано и дальше уже с мостами мы уже работали сейчас давайте попробую сделать вот так так просто хотел картинку показать вот там вот там сейчас секундочку не забуду подготовиться да просто на предыдущей презентации я добавил немножко так тут была картинка с колбасками там было про поиск моста вот хотел немножко еще раз про него сказать что когда мы сделали две проекции каждого многогранника относительно который мы уже посчитали рекурсивно мы выполняем нам хочется в первую очередь найти мост и вот мост можно искать вот ровно так как мы искали его в прошлый раз ищем вначале ребро которое заведомо не пересекает эти оба многоугольника это здесь крайняя левая точка крайняя правая точка и крайняя левая точка в в каждом многоугольнике и затем мы ее просто поднимаем до тех пор пока у нас все точки не будут лежать снизу или все точки не будут лежать сверху относительно этого отрезка для этого мы смотрим на вот эти вот углы если они у нас неразвернутые то мы двигаем отрезок для этой точки вот эту точку для этого отрезка эту точку подвинули например потому что этот угол оказался неразвернутым потом посмотрели что здесь тоже неразвернутый подвинули здесь потом эту точку сюда подвинули это сюда например как могло бы быть затем подвинули эту точку и это уже зафиксируется все, мы здесь построим вот такой вот отрезок и не эту точку нельзя сдвинуть, не эту нельзя сдвинуть построили мост вот снизу тоже такой же мост нужно будет построить отдельно вот, нам для выпуклой оболочки в 3D нужно построить всего лишь один мост больше нам не нужно и затем этот мост так как он на проекции был мостом относительно которого все на ограннике лежали сверху или снизу то есть он был касательным то если посмотреть на это же ребро в пространстве то оно тоже будет принадлежать выпуклой оболочке вот, например, вот такое есть и что дальше делать? мы его нашли за от N и хочется дальше начать строить заворачивать подарок строить грани и вот тут вот самое интересное начинается я сейчас копирую картинку чтобы она осталась вот такая как мы это будем делать сначала мы посмотрим на все возможные ребра которые могут исходить из каждой из этих точек мы смотрим на на левую точку на правую точку этого моста и смотрим на все возможные ребра которые могут здесь быть секундочку зелененькие их тут ну слева их тут пять точнее четыре нет, пять все-таки пять возможных вариантов продления а справа их три и для каждого из этих вариантов нужно посмотреть а как новая плоскость относительно этого ребра относительно моста как она будет устроена хочется найти такую плоскость чтобы все оставшиеся вершины и левого и правого многогранника находились по одну сторону от этой плоскости вот для этого мы перебираем все возможные такие вот отрезки которые ребра соединяющие ребра выбираем оболочек левой и правой и выбираем плоскость у которой у которой будет вот именно для первой плоскости у нее будет минимальный угол относительно плоскости вот мы проектировали если на OXY то здесь нам нужно приподнять и проекции всегда у нас есть плоскость OXY относительно нее нужно найти грань так чтобы относительно плоскости OXY угол между нормалью OXY между нормалью OXY и нормалью к найденной плоскости был минимален вот это только для первой для первой грани так нужно сделать для всех остальных будет попроще ну допустим какая-то из этих грани подойдет и например вот вот это вот ребро это ребро окажется самым лучшим мы его туда соответственно выберем и строим вместе с ним новую новую грань все и после этого только для первой грани такая некоторая сложность для следующих грани будет все попроще мы будем брать очередную очередное ребро у нас всегда будет два незакрытых ребра тот мост который был в самом начале и тот новый мост который мы построили который должен принадлежать также выпуклой оболочке и следующий как мы ищем точно так же мы для этих двух вершин левого и правого этого моста смотрим все ребра которые находятся на выпуклой оболочке слева все ребра которые находятся на выпуклой оболочке справа и перебираем среди них те плоскости относительно которой так чтобы угол между нормальными с предыдущей плоскостью был минимален тогда у нас относительно на плоскости будет все лежать по одну сторону вот тут есть некоторая сложность со сложностей с оценкой сложности дело в том что может случиться так что мы каждый раз будем выбирать точки из какого-то одного многогранника может получиться так что мы почти все время будем выбирать точки из левого многогранника а при этом постоянно перебирать точке относительно правого многогранника ну вот например если здесь не тетраэдер был бы а вот такая ситуация может быть на той стороне на той дальней стороне треугольника не может не быть не тетраэдер а может быть такой большая большая окружность почти окружность да многоугольник правильный с большим количеством точек это означает что выпуклой оболочки к этому многоугольнику будет идти множество множество ребер может много-много-много-много и и каждый раз когда мы ищем мост там есть вероятность устройства левого многоугольника так что очередной мост мы будем всегда рассматривать когда мы будем перебирать огромное количество всевозможных граней правого многоугольника в котором очень много разных вариантов и нас не получится линейное время для объединения вот нужно нужно с этим бороться а я сейчас сходу не скажу как мне кажется нужно нет сходу не скажу как надо кстати почитать посмотреть это делается да интересно интересно пока приходит в голову только какие-то банальные вещи вроде то что среди риобер который мы рассматриваем исходящий из левой то из правой точки до среди них есть какое-то самое лучшее с точки зрения меньшей нормали относительно предыдущей плоскости вот это вот наилучшее наверное почему-то кажется что их можно себе упорядочить и обходить только часть из них на половину на остальные подзабевать правда это или нет не очевидно далеко не очевидно и плюс когда у нас времени меняется левая точка то не факт что те ребра будут примерно в тех же условиях нет это не очевидно надо надо посмотреть внимательно это делается еще кому-то не подумал еще с родом так вы поняли проблему да то что у нас может быть нелинейное время из-за того что мы перебираем всевозможные ребра исходящие с левой и с правой точки лежащие на выпуклой оболочки и из каждой из них пытаемся построить плоскость вот если каждое ребро мы просматривали не более чем какое-то константное количество раз то было бы наверное хорошо получается к сожалению хочу зачем может быть квадрат ладно ну вот есть не писал что сложности вот nlogan но вот по модулю этого утверждения или по модулю то той оптимизации который нужно сделать чтобы аккуратнее искать ребра которые должны продолжать который будет заворачивать наш подарок который будет искать очередной мост вот это все про разделяя и властвую пока есть еще второй алгоритм интересный разделяя и властвую еще не второй а один из свежих сколько года мне кажется он в десятых годах сделал алгоритм чана он тоже разделяя и властвую с разделяющей с плоскостью но с другим способом мнения оболочек он интересен я здесь картинок нету есть ссылка только на статью он интересен с той точки зрения что попытка объединить она заключается не в том что мы занимаемся этим физическим построением моста он просто по-другому немножко смотрит на на все происходящее здесь вот когда у нас есть выпуклые оболочки две левые правые то можно для каждой из них делать проекции можно делать проекции на разные плоскости так вот выбирается плоскость параллельная оси в x посетить на который изначально мы все точки делили по их сумме все точки отсортировали до построили слева от некоторых x0 справа от некоторых x0 выпуклая оболочка пытаемся теперь их склеить вот относительно плоскости параллельный о x и хоть много мы делаем проекции и мы эту плоскость поворачиваем как бы вот вы не сейчас заключается в том что во время поворота вот этой вот проекции да на эту плоскость выпуклая оболочка в 3d да она становится выпуклой оболочкой в 2d и надо следить за тем что какие-то точки на этой был оболочке появляются некоторые исчезают и как мульти будет устроен когда ты вот плоскость если представить его мозги на как она непрерывно движется например непрерывно поворачивается то и выпуклая оболочка с проектирует она на эту плоскость тоже будет потихоньку меняться что мне будет меняться то же самое что смотреть издалека на этого оболочка и и потихонечку ее крутить и вот проекте как она будет устроена на есть некоторое изначально многоугольник и потом при повороте некоторые точки скрываются за этим типа вам баловать могут выгускаем а некоторые . наоборот появляются и вот мы так когда крутим у нас есть всегда сбок по бокам фиксированные крайние точки они не меняются а вот верхняя нижняя картинка они меняются вот это алгоритмич она как раз заключается в том что мы смотрим только на одну из половинок как бы на себя на верхнюю и двигая плоскость у нас это выпуклая дуга она нас меняется так что в ней появляются новые точки в ней исчезают новые точки соответственно в левой и одновременно в правой точке оболочки у нас есть происходит некоторые события оп появилась точка на оболочке оп пропала точка на оболочке и это и с левой происходит и справа этот один тип событий и вот для каждой такой выпуклой оболочки мы этот набор событий можем зафиксировать и запомнить времена в которой он происходит эти события происходят и дальше у нас есть упорядоченный набор событий появления исчезания точек в каждой выпуклой оболочки в левой и вправе и вот эти два упорядоченных набора по времени событий мы можем слить как слияние двух отсортированных списков что мы можем сделать с при слиянии этих отсортированных списков у нас есть две выпуклые оболочки каждый из них вот так вот вращается и двигается относительно одной и той же плоскости проходящей через о икс и вот можно смотреть можно построить мост к этим двум выпуклым оболочкам к проекциям на одну плоскость построить мост и посмотреть как этот мост двигается в процессе работы мультика в процессе прокручивания камеры поворачивания плоскости у нас этот мост тоже будет передвигаться и куски точек которые находятся внутри моста под мостом они не нужны эти списки от них нужно будет избавиться там как раз ничего сложного с точки зрения структур данных нету там есть просто постоянный список точек он как бы двойной список есть массив точек общий и массив и список указателями какая точка является следующим когда появляется новая точка там соответственно она вставляется в список середину за константу времени когда исчезает она соответственно ребро списка из списка середины удаляется список двунаправленный поэтому можно спокойно ходить по нему в любые стороны и менять его вот и нужно просто следить за за мостом который чтобы построить новый мультик для объединения двух выпуклооболочек вот появляется новый вид событий что опора моста сдвигается нужно следить за этим потому что там может случиться так что опора была какая-то да не она опиралась на некоторую вершину да и он оба ребра оба ребра этой выпуклооболочки на которой она опиралась они были с одной плоскости относительно моста да но потом может случиться так что мы двигаем картинку и угол меняется и вот нужно найти тот момент когда нужно да нужно будет его понять когда это произойдет когда угол изменится вот и когда мы берем два два множество событий левой для левого многоугольника и для правого для многограника и для правого многоугольника и выпукло да то мы когда начинаем их сливать у нас изначально только события появления исчезания точек левой событий появление исчезания точек с правой то мы должны в это множество событий добавлять события связанные с изменением опоры моста то есть оперев мост в самом начале мы должны посмотреть ага а когда у нас там появится или удалиться когда к там опор должна сдвинуться через какое время слева и через какое время справа для этого нужно посмотреть на два соседних ребра на в проекте это выпуклооболочки и посмотреть как они изменятся к следующему событию часть да как они изменятся к следующему событию на посмотреть на посмотреть на эти грани и там надо рассчитать тот момент когда угол станет отрицательным вот примерно так устроен алгоритм чана чем он хорош тем что там на самом деле даже не 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 то чтобы проекция там нет ну там в смысле проекция но она не она не так непривычным образом сохраняет расстояние то есть там просто некоторая формула которая может изменить размеры не в привычном но то есть это это не прямая проекция вот просто для того чтобы формула были попроще для конвертирования так и что там еще особенность заключается в том что там код выложен и он довольно легко может быть воспринят событий довольно немного в нем можно разобраться его объем не очень большой вот ну естественно хочу уберечь от списывания но попытаться сделать аналогичные мне кажется ничего плохого нету вот потому что при заворачивании подарка тут вот то что мы перед этим обсуждали там мне кажется чуть больше надо возиться с с проекциями с поиском моста вот этих вот колбасок потом с самим заворачиванием подарков с перебором всех возможных граней это все реализуемо но мне кажется по объему гораздо больше кода занимает вот но выбор за вами то есть можно любой из этих алгоритмов использовать либо для решения задачи в 3d точнее там задача для выложки в 3d кажется не ограничен не фиксированная часть верим задание интересна стала основным в одной часа да вы бы твои ложки в 3d задачи c в условии там есть ограничение что n квадрат то есть можно использовать любой алгоритм который был сегодня рассказан вот но если вы захотите сделать диаграмму варанова то там нужен эндлоган то есть либо делать диаграмму варанова через булочку в 3d за эндлоган либо скан-лайном гритмом форчуна тоже который работает за эндлоган вот так что тут вроде бы все да ну вот ссылка на статью все вопросы есть и ладно все тогда на сегодня спасибо и до свидания так